Дыхание ровное, скорость небольшая, наступаем на всю стопу равномерно. Около трех лет Одинцовская школа бега учит всех желающих бегать правильно. Тренеры уверяют, этот спорт доступен каждому. Мы даже приглашаем и всегда приветствуем, когда приходят на тренировки вместе с детьми. Это действительно помогает, мотивирует детей, показывает, как нужно вести свой образ жизни. А так, да, и по верхней планке нет ограничений. У нас есть ребят, которым порядка 60 лет, они ходят заниматься так же и регулярно. Елена Бурыкина – спортсмен со стажем. Маленькая девочка пришла в легкую атлетику. Затем состав сборной России – марафоны, победы, международные соревнования. Теперь вдохновляет на спортивные достижения своих подопечных. И теперь я вот, ну как бы уже несу в массы, чтобы ребята как можно больше подключались в бег. Это очень здорово. Во-первых, ничего тебе особо не надо. Одевай спортивную форму кроссовки, выходи в парк, выходи в лес, на стадион. Или просто можно по улице бегать. И просто занимайся бегом. Это же как бы, ну ничего сложного. Просто подними себя с дивана, встань и побеги. Небольшие регулярные физические нагрузки обязательно дадут результат, говорит Елена. Самое сложное – начать и не поддаваться отговоркам. Что, Полина, случилось? Бок колет, колени болят, дыхания не хватает. Ну, во-первых, ты очень быстро начала. Да, так мы на таком высоком пульсе не бегаем в нашей школе. Потому что бокс заколол, скорее всего, темп был очень высокий. Может, кроссовки не подходят? Да, кроссовки абсолютно не подходят для бега. Одета очень жарко, да, надо полегче одеваться. Если пересидеть лень, отбросить отговорки и соблюдать рекомендации тренера, спорт начнет притягивать как наркотик, говорят старожилы бегового клуба. А когда занимаешься в дружном коллективе, он становится просто частью твоей жизни. Сначала начиналось как просто такие легкие пробежки для себя, потом появились друзья, потом я настолько втянулась, что даже на работе организовала корпоративную команду. И в прошлом году мы совместно с коллегами и совместно с ребятами из нашей школы бежали на московском марафоне 10 километров. Недавно меня спросили, а что ты не начнешь заниматься индивидуально, чтобы еще быстрее улучшить результат? Но именно вот компания, вот наша тусовка, это вот то, за чем я хожу, наверное, больше всего. Друзья, готовы? Да. Прыгаем. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Спасибо. Продолжение следует...